Прошлое, настоящее и будущее труды Елены Петровны, конечно же, Агни-йога присутствует, и вообще учение Махар в целом. И, исходя из этого, коли нам говорится, что мы представляем будущее шестое человечество, будем его, как сказать, эмбрионом в данный момент этого шестого человечества, то для этого, как говорится, в Маитреи есть община. Община – это же общинное сознание должно стать, как теософское сознание. До того, как Владимир Анатольевич говорил, что в год синего комона как раз создалась шпорная фиософия. О чем она хотела бы сказать? И вот мысли какие? Что прежде всего в самой Эхайной доктрине сразу же говорится о первой форме, которая выявляется как белый диск на черном фоне. Вот этот диск, белый на черном фоне, он показывается вот таким кругом, да? Круг – символ беспредельности. Такое сразу понятие, как беспредельность, которая предусматривает расширение человека. Значит, общинное сознание должно прежде всего предусматривать какое-то вмещение через расширение. И вот эта первая форма, она нам показывает, что присутствует все везде и нигде. и тем самым уже говорит нам о том, что прежде всего сознание должно принять какие-то вечные идеи. То есть понятие вечности должно выйти в сознание. Это понятие вечности, оно сразу же с первых страниц и стаиле доктрина нам описывает белый диск на черном фоне, а в нем присутствие точки, черные точки. И вот эта основная точка, мысль Божественная, которая вмещает в себя все будущее, что будет, и в то же время синтез того, что было. То есть процесс права и явление монмонта. То есть вот такая Вечность заложена в этой центральной точке. И эта центральная точка есть Божественная мысль. Но интересно то, что Божественная мысль сама предусматривает причинно-следственную связь, то есть закон. Согласно этому закону, причинно-следственной связи, нам даются недавние так называемые причины существования. Их двенадцать на круге табиса времени представлены в различных секторах. Двенадцать секторов. Представлена эта группа недавно. То есть вот эти причины разворота или явления какого-то нового представления или творческого процесса, творца, представим себе, да? Просто сама идея творить, она предусматривает знание причин и следствий. То есть, значит, нам сразу же говорится о том, что первое, что мы должны принять, это закон кармы. Потому что закон кармы, он предусматривает вот эту причинно-следственную связь. Если мы будем руководствоваться понятиями вечности и движением причинно-следственной связи в этой вечности, то тогда наше сознание само по себе обретает способность учиться. Потому что только с представлением вот этой вечности мы можем действительно отождествить себя с понятием ученика. До этого времени мы не можем себя отождествить с этим понятием ученика. И тогда происходит следующее. Вот предыдущий оратор тут говорил о том, что личность во всем виновата. Я же хочу сказать, что не личность в чем-то виновата, потому что без личности не состоялось бы, самосознание бы не проявилось, как таковое, и вообще сознание. Значит, личность нужна. А что же в этой личности то, что не должно быть? Ну, прежде всего, наверное, это самость. А самость – эффект затемнения нашей души. То есть еще есть какие-то вещи, то есть причины того, что наша душа пока сокрыта, по сути дела, нашими предрассудками или привычками. И вот эти привычки, по сути дела, и являют собой затемнение нашей души, которое не позволяет нам очистить свою личность, блокирует все. И поэтому личность – это божественное явление, а привычки – это привнесенное, которое, прежде всего, наше сознание затемнило. И через это возникает такое понятие, как разъединенность, разделенность. А когда это понятие есть, когда мы не работаем над собой, то есть, будучи места, не вместив в себя вечность – понятие, которое дает нам такое понятие, как беспредельность, и следом за этим же несет понятие, если мы вместим, то оно несет бессмертность. И вот эти понятия, когда они, они же выражены не отдельно, частями какими-то, а в самой причине, самой вечности, самой вот этой беспредельности, вот этого единого состояния сознания, которое в первой форме представлено как кругом, да? Диска. Вот здесь оно сразу имеет свое место, как диск на черном фоне, да? Белый диск, и точки внутри. Вот эта точка, там вся причина заложена в этой мысли. Значит, причинность в осознании. А осознание – это действующая сила. Как же к ней прийти к этой действующей силе осознания? Прежде всего, тут говорилось о том, что происходит импульс. Вот, в частности, век учителей, который дает идею – это три столетра. Вот этот импульс, более-менее, он дается человеку в свое время, да? И очень явно это было в 90-е годы. И не явно это было в 80-е годы. А вот в 90-е очень явно вот этот импульс произошел. Когда импульс происходит, то, прежде всего, он предусматривает нашу реакцию как побудительную силу, то есть нашу культуру сознания. И эта культура сознания, когда приобретается вот этот импульс, должна руководствоваться, вот почему не дается ясности нашему сознанию в этот период импульса, который дается учителями человека. То есть это импульс. Или космический магнит, им его называют, да? Это импульс космического магнита, собравший в себя все высшие энергии для того, чтобы они осуществились как идеи, принятые человеческим сознанием. И поэтому в этот период времени мы бессознательные, по сути дела, нет самосознания. Сознание присутствует того, что что-то случилось, но самосознание не присутствует. И это немаловажный фактор. То есть все в космосе разумно. Вот этот сам закон, он разумно действует здесь, в силу того, что мы должны принять были вечное, понимаете, понятие вечности. В этом самом понятии сразу происходит расширение нашего сознания вот в этот период времени. Когда же будет осознание этого процесса? А оно происходило как раз в год Белого Дракона. В год Белого Дракона или в век начавшийся как раз в этот год произошло осознание. Осознание вот этого побуждения в нас и каково оно было. Если присутствовало в этом побуждении такое понятие вечности, которое мы приняли за основу, то есть в тайной доктрине описывалось о том, что нужно забросить лампу внутреннего понимания как можно дальше вечности, в беспредельности. Это для чего? Для того, что наша цель, наша цель ученичества и постижения истины находятся в беспредельности, нет предела. То есть нет предела нашему ученичеству. И в этом происходит тогда, вот в этом состоянии происходит только сотрудничество. Оно осознанное. С этого момента начинается осознавание и принятие такого постулата, как канона Господа Твоим. То есть в этом случае мы начинаем объединяться в духе. Потому что само осознание, оно жизнится на духовном аспекте. Именно в духе. Пока не душами. Душами объединимся потом, следующий этап будет происходить. Поэтому этот процесс происходит опять же бессознательно на плане души. Но в духе мы все едины. И вот в этом случае начинается, по сути дела, вот это сотрудничество. Именно в духе. Внешне, как правило, белые вороны для других людей. Даже для общества. И в этом обществе присутствующих людей. Но часть, которая единит это общество как магнит. Потому что дух работает как раз импульсом магнита. И он объединяет. И поэтому те лидерства, которые мы видим, как личные какие-то проявления, кого бы то ни было и чего бы то ни было, это очевидность нашего общества. И людей, которые в духе не воссоединились еще, то присутствует опять же взгляд с позиции очевидности. Действительности не ощущается, потому что только в духе очевидность чувствуется. И эта очевидность, она притягивает к себе людей. То есть сущность или человек, который именно загорелся и вот этим вот импульсом духа своего живет, он соединен со всеми в духе. И он как магнит притягивает. Это не обозначишь каким-то особым руководством. Потому что тот водитель или тот руководитель, который именно отзвучал на космический магнит, на этот импульс, своим духом. И только такой человек, он себя не ставит выше кого-то, его ставит общество. И ставит его в глазах и своих, и чужих. Но об этом есть предупреждение, что не надо создавать идола. Значит, о чем-то еще говорится, да? То есть и вот так мы вот эту причину, следственную связь, мы можем потихоньку для себя раскручивать. В этом ведь, по сути дела, и есть человек-мыслитель или творец. Это же подобие божественной природы или тех сил, которые в нем проявились в силу того импульса, который дух воспринял и зажег сердце. Вот зажег сердце, это значит пошел творческий процесс. И начинается вот эта магнетическая мощь работы. То есть практически космический закон работает как вверху, так и внизу. Он здесь работает. И поэтому можно, конечно, осуждать, можно судить, рядить. Пожалуйста, свободная воля, закон этот работает. Но нужно постараться все-таки принять это сердцем и в духе. Если такой прием у вас есть, тогда все работает. Тогда, конечно, будет круг. Или кольцо его называют. Кольцо – это объединяющее в себя несколько человек, два-три человека. Это внутреннее кольцо, которое, собственно, называют эзотерической группой. Но это все-таки эзотерическая группа названия, по сути дела. А сам смысл этого еще надо ой-ой как разбирать, да, и дойти до него в своем понимании. То есть получается, что духу сознания могут создать единицы немножко. Раз-два, два человека, три – это вообще самое хорошо. Поэтому группы должны быть небольшие. Но вот эта эзотерическая – это как бы точка в круге. Понимаете? Потом площадь круга должна еще появиться и проявиться. И эта площадь круга будет проявляться теми, кто готов учиться. Готов. Вот готовность должна быть. И тогда он начнет воспринимать именно вот этот сердечный язык. Вы знаете, я как-то давно для себя решил, что не буду никогда читать ничего. Вот так вот выходить людям и читать что-то, зачитывать. Потому что я считаю, что это уже вчерашний день. Это прошлое. Потому что если я что-то приготовил, это уже вчерашний день. А вот когда вот так живая речь идет, она называется сердечная речь. Тогда слышит человек другой, может любой человек это услышит. То есть открываются уши. Этот процесс происходит сейчас здесь. То есть творческий процесс моей речи, допустим, он происходит вот в этот миг настоящего сейчас. Но он такие вот что? Будущее. Поэтому смотрите, прошлое, настоящее и будущее, его по сути дела не существует. Так и говорят на мучниках. Нет этого в понятии действительности. Для человека это надо делить время на прошлое, настоящее и будущее. В этом мире так все устроено. Но когда человек становится теософом, когда он организует свое сознание, вот как только он организовывает свое сознание, то тогда этот процесс происходит в виде постоянного обновления своих даже предыдущих каких-то осмыслений. Он происходит в процессе. И вот эта вечность, она отображена в прошлом, настоящем и будущем. Вечность она. Ты ее принял, и тогда ты творишь постоянно. Ты не можешь остановиться. Это безостановочный путь. И тебе неинтересно останавливаться. Вы знаете, есть такая вещь. Те сотрудники, которые работают и то время, которое определилось в свое время, когда учителя присутствовали с нами с 75-го года. И это вон у дракона. Вот это само время. Оно уникальное. В силу чего? В силу чего? В силу того, что это время позволяло открыть самодеятельность в человеке. Оно привнесло свободу мышления. Свобода мышления – это прежде всего думать всегда по-новому. И открывается свой путь, своя индивидуальность. Мы сейчас живем как раз в то время, когда направление пространства, десяти ветка, от черного дракона и до белого быка – это как раз время проявления индивидуальности. То есть нецепляние, так называемое, нецепляние сознания грубовыми какими-то явлениями. То есть вот эта стадность должна у нас пройти. Стадность, она предусматривает… Смотрите, какой аспект. Форму обязательно. Форма теосовского общества, которая создана, она постоянно должна корректироваться. То есть вечность нам это позволяет делать. Но вот уже, поверьте мне, уже более 25 лет в обществах, в которых бы я ни находился, я вижу всегда одно и то же – неизменность. Неизменность чего? Предоставление материала в той же точно форме. Как я помню с самого начала, с 90-х годов, кто бы не представлял свой материал, он представляет обязательно с бумажки то, что мы можем прочитать. Но если мы можем прочитать, зачем нам это читать еще с трибуны? Отнимать время у людей. Какой смысл? Возьмите свое творчество и подарите людям. Если вы что-то поняли, это же самое ценное. Это новое. Все остальное – это все старое и привычное. И вот эта привычка, она нам мешает. Так вот что получается? Когда время пришло индивидуализировать свои сознания, по сути дела, проявить вот эту вот индивидуальность своего мышления или творчества. Потому что, чтобы исполнять волю богов, которая в свое время в созвездии 2 определилась из года Зайца Белого, вошла в год Черного Дракона с этого мгновения, воля богов пришла, а воля богов только одного и требует – самодеятельного проявления своего гения. Каждый человек должен начать его проявлять. Для этого воля бога дает силы. Силы шапки, с помощью которых можно именно проявлять свой гений. То есть свое творческое начало. Без этих сил, осознание их и признание их, о чем пишет в Агди-йоге Елена Ивановна, признание психической энергии. Надо каждому признать эти силы сами в себе. То есть вы должны их признать себе. Вы должны признать, что вы боги. Вы боги. Так нам и говорят. Так это надо признать в себе. А что именно Бога? Так божественные силы надо признать в себе. Или огонь, что есть психическая энергия. Когда мы это в себе признаем и отмечаем. Это же процесс ученичества. Познай самого себя. И мы познаем себя. А чтобы познать самого себя. Необходимо выполнять указы. И вот мы приходим к такой вещи, очень важной. Которая почему-то скользит по сознаниям и не останавливается в нас. В частности я про себя говорю. Про всех. И его общество особенно. Указы идут с самых первых страниц тайной доктрине, вы знаете, в прологии. Сразу же нам напоминают. Ее можно читать, если в будущем мы пробудем в себе. Или признаем. Такую вещь, как интуиция там написана. Но я больше склонен говорить. Чувство знания. Как мы только его признаем, чувство знания. Этим самым, чувство знания, мы способны будем понять смысл. Того учения, которое нам дается, отдавалось через Елену Петрову. Мы можем тогда понять. Но почему-то все читают и вот эту строчку сразу убрали. А это ведь указ. Указ учителей нам. С каким инструментом мы можем подойти к изучению этой мудрости. То есть теософии. Божественной мудрости. Ее особым языком надо читать. Мы это игнорируем. И сразу переходим на следующие страницы. Мне тут как-то один товарищ сказал. Где же вы видите указы учителей? То, что меня, конечно, поразило. С одной стороны. А потом вдруг мне сразу приходит ответ. В той же Агни-йоге. Там написано. О том, что прежде всего есть два рода сознания. Есть сознание то, которое не имеет накоплений, чтобы увидеть указы. Оказывается, указы еще увидеть надо. Представляете? И есть те, которые видят эти указы. Так вот, способность видеть указы еще тоже нужно иметь. А для этого нужно еще прийти к этому. И опять здесь говорится о накоплении определенных. А что мы накапливаем? А мы накапливаем страдания. Ведь в страданиях мудрость, да? Вот чаша накапливается наше страдание. Ну, какие? Духовные. Вот эти духовные страдания. И происходит трансмутация вот этих накоплений страданий. Они превращаются в мудрость. Или в амрит. Который находится ниже чашек накоплений. Да? Осады такой. Посмотрите. Указы – это самое ценное для того, кто хочет именно изменить свой взгляд на мир. Чтобы быть сотрудником, опять необходимо исполнение указов. И для этого существует иерархия. Понятие такое. И вот смотрите. Есть понятие беспредельность. Что оно приносит? Оно приносит расширение сознания. Следующее понятие – это есть то, что должно утончить сознание. Утончает сознание качество. То есть качество – очень важный элемент. Качество, оно прежде всего будет только тогда соблюдено, когда мы приняли иерархию как действие. Иерархия действия – это и есть исполнение указов. Вот если есть в нас это состояние сразу видеть, во-первых, указы, а потом исполнять. Это тогда будет естественным процессом без всякого насилия. Если у нас есть какое-то насилие с позиции того, что вот указ увидел, но под себя начинаешь его подстраивать. Все, ты не выполнил указ. Ты исказил действительность. Все. Ты создал этого урода или препятствие на своем же пути. По сути дела, нам учителя и говорят, что либо мы на сто процентов признаем законы, иерархию, реинкарнацию. Либо мы это признаем, и оно становится нашей сутью, тогда мы признаем разум в космосе, иерархию, которая присутствует как в космосе, так и у нас. И тогда мы выполняем эту волю Высшую. Причем мы выполняем ее естественно. Понимаете? Вот получается, импульс получили вечности. Вечность мы должны принять как вечность. В этой вечности должны принять себя как вечное начало. А вечное начало у нас – сознание. И если мы отождествим себя с сознанием, то, значит, безусловно, наш процесс будет действительно ученическим. Наше состояние станет учениками. Есть такая вещь. Вначале мы не понимаем, я уже как-то говорил это, не понимаем, кто мы, но мы стремимся к чему-то. Вот, допустим, стремление стать учеником. Оно опознается потом, когда ты стал учеником. В процессе этого становления ты себя еще не видишь учеником. И ты можешь себя вообще в этой жизни не увидеть учеником, но стремиться к этому. И потом вдруг однажды твое стремление в этой жизни или в другой жизни скажет то, что ты уже ученик. Ты это сразу поймешь. Никто там тебе скажет. Никто ты тебя посвящает. А ты сам себя посвящаешь. И сам ты становишься учеником. Потом ты можешь стать наставником. И это тоже происходит в процессе изучения самого себя и исполнения указов. И вот самое важное, что я хотел бы сказать про год, который сейчас, в котором мы прожили уже несколько недель. Это год Кундалини Шапки. Вот, по сути дела, как вы дошли до этого года, какая степень вашего сознания, культура его обрелась, какое самосознание было, с помощью этого самосознания и начинается ваш, по сути дела, индивидуальный творческий процесс. Этот год обозначил творческую сущность человека. Будь то ты особ, будь то любой человек, гражданин нашей планеты Земля. Идея пришла. Какими мы стали, то и будем проявлять. И оно будет расти, безусловно, в качестве своем, но на определенной сфере сознания. То, которое мы достигли. Каждый из нас. И поэтому лучше всего задуматься о своем развитии нашей внутренней природы, изучая себя. Чем больше мы в себя погружаемся, тем мы становимся более способным инструментом очищать пространство. Понимаете? Чем больше мы погружаемся в себя самих. И то, что мы развиваем личность, это прекрасно. Эта личность должна раствориться, ассимилируясь с индивидуальностью. А индивидуальность, в конечном счете, должна раствориться в едином. И вот в этом комбинации этой лестницы, троичной такой, мы, по сути дела, и будем подниматься по лестнице восхождения до состояния нирваны. Потому что состояние нирваны – это когда ты, твое сознание, прежде всего, приняло вечность. И ты в вечности живешь, и ты бессмертен. Так что самое главное сейчас, как мне кажется, время – это утвердить все указы. Указы учителей. Спасибо большое. Я хотел бы еще приветствие от алтайцев вам передать. От алтайцев и от московской группы, а также от бородинской группы и ложи. Всего доброго. Спасибо.